Мероприятие 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 Вот вы же молодая, Катерина Сергеевна. Вы вот сейчас вот так действительно бабушки тогда рассуждают. Вы же понимаете, что это даже не смешно. Или как еще можно объяснить поведение образованных людей, для которых любой человек, зашедший с улицы, является потенциальной смертельной опасностью. И это не в переносном смысле. Смертельной опасностью для их родителей, бабушек. Вы можете, конечно, присутствовать. Я не слову. Просто я вам сразу говорю. И даже записывайте, может, хоть все. У меня пожилая мама. Разносить, извините, подвергать ее дополнительному этому я не намерена. У Кати ситуация такая же. Будьте добры. Средства защиты обязательно. Потому что, опять же, средства защиты, температурный режим, контроль обязателен. Извините, подвергать опасность своих пожилых родственников из-за вашего нежелания решать проблему. Я не собираюсь. Ну, я приду, как у вас положено. На лицо натяну вот эти вещи. Буду на том расстоянии, которое вы мне укажете. Пожалуйста, я готов. Хорошо. Договорились. Все, всего доброго. Муниципальная избирательная комиссия Новокузнецкого городского округа, прикрываясь ковида-истерией, отменяет точные встречи членов Муниципальной избирательной комиссии. Назойливо навязывает найти техническую возможность не приходить на заседания Муниципальной избирательной комиссии. Сегодня властям удалось отменить выборы. Трехдневная голосовалка даже с натягом не может называться выборами. А тут еще и Муниципальная избирательная комиссия вышла с предложением проводить свои заседания дистанционно. И, разумеется, как и все решения, принимаемые на этой комиссии, решение о дистанционном общении было проголосовано участниками комиссии единогласно за. Разумеется, все, кроме коммунистов. А зачем вам вообще приходить на заседания комиссии? Еще натопчете или заразы, какой принесете? Несмотря на болезненные, необоснованные панические настроения председателя и секретаря Муниципальной избирательной комиссии, член Муниципальной избирательной комиссии от КПРФ, все же принимает решение прийти на заседание в традиционной форме, точно. Что очень сильно не понравилось председателю и секретарю Муниципальной избирательной комиссии. Для того, чтобы не вызвать ни у кого из членов комиссии сердечного приступа, коммунист был вынужден надеть на себя намордник. Теперь внешне он уже не отличался от работников администрации. Ну и это не сильно помогло. Председатель Муниципальной избирательной комиссии Упорова Лариса Викторовна, видимо пребывая в состоянии агрессивной неприязни по отношению к пришедшему члену Муниципальной избирательной комиссии от КПРФ, вдруг стало пустословно обвинять, что в Новокузнецком горкоме КПРФ 4 из 6 членов ТИК уголовники, при этом не называя ни фамилии, ни статьи уголовников, что тоже натолкнуло на мысль, что в администрации Новокузнецка нездоровая атмосфера. И у нас вся администрация болеет ковидом. Кстати, хотелось бы подинтересоваться, как у членов комиссии ТИКа у нас из 6 и 4 уголовные статьи. Нет, вы конкретно можете сказать или это просто так? Я могу сказать, что у вас там в администрации 28 уголовников. Это кому-то не вчера заседание... Ну дайте мне, пожалуйста, бумагу, тогда мы будем разговаривать. А так о чем мы разговариваем-то? Да, просто я думала, вы знаете, кто у вас в полета? Я думал, что вы тоже знаете, кто у вас здесь уголовники сплошные. Ну я же говорю, это пустой разговор. Я могу сказать, что у вас полуадминистрация уголовников во главе с самым главным. Когда вы мне документы покажете, тогда я буду с вами конкретно уже разговаривать о каждом человеке. У меня не столько, там в ЦИК же направятся документы. Ну тогда о чем? А зачем вы тогда так говорите, если это ни о чем разговор? Ни о чем разговор, но в зоне отношения вообще такая... По каким статьям уголовники скажите мне? Как фамилии уголовников скажите мне? Ну я говорю, это у вас позиция означает для людей с таким... Ну а у вас, видимо, позиция просто оговаривает людей. Ну, если я говорю, значит, визитательная комиссия Кемеровской области тоже оговаривает. Как я сказала, что из шести четыре в Новокузнецке нет судимости. Я вам говорю, что у вас здесь полуадминистрации либо имеет, либо будет скоро иметь судиться. Ну, я не знаю. Зачем? Вот зачем такой разговор? Я говорю то, что есть. Ну что есть-то? Пустые слова? Это то, что есть? Это же пустота. Вы официальное лицо, вы должны оперировать только документами. А так это пустое абсолютно. А то есть из шести... Все шесть у вас не это... Абсолютно с законом никогда не соприкасались. Вы правильно понялись? Я не верю, что я разговариваю с официальным лицом и образованным человеком. Давайте не по теме. Да, конечно, у вас образованный, только вы. Но я никогда не трясу своими дипломами. Так, ладно, давайте это в принципе не по теме. По окончании тестового подключения член муниципальной избирательной комиссии от КПРФ пожелал крепкого сибирского здоровья председателю муниципальной избирательной комиссии. И по-быстрому, стараясь ничего не трогать и даже пореже дышать, пробкой вылетел из здания администрации Новокузнецка, где уже на улице, сорвав с себя эту дурацкую тряпку, смог вдохнуть полной грудью. Продолжение следует...